В Феодосии завершился чемпионат Украины по индивидуальной велогонке в гору. Среди 16-летних девушек второе место заняла харьковчанка Дарья Ткачева. В соревнованиях 17-летних бронзовую медаль завоевала Виктория Бондарь. Обе спортсменки представляют общество «Динамо» и тренируются, соответственно, у Сергея Трофимова и Сергея Тилицына. Здравствуйте! Это «Спортивный интерес». Только главные события харьковского спорта за неделю. Сегодня в программе. Футбол, обзор матча Лиги Европы, Премьер и Первой Лиги Украины. Хэквондо. Харьков впервые принял турнир класса А. Первый в истории чемпионат мира по альпинизму. Стрельба из лука. Александр Сердюк и компания отличились на Кубке страны. Теннис. Звездные студенты сошлись на площадках Уникорта. Дайджест главных событий недели с участием харьковских спортсменов. Спонсор по указу Инвеститина. Группа DAD. А теперь о большом футболе. Во втором туре группового этапа Лиги Европы металлист принимал венский рапид. На тот момент беспроигрышная серия харьковчан в Еврокубках составляла четыре матча. А на своем поле подопечные Мирона Маркевича уступили всего раз в восьми последних поединках. При этом последние три матча с украинскими клубами остались за рапидом. А трик ряду еврокубковых поединка на выезде венцы проиграли. Многие скептически относятся к нам после поражения Русенборгу. Но мы приехали, чтобы показать хорошую игру. Уважаем соперника, но не боимся его. Мы должны очень хорошо организовать защиту и использовать каждый момент в нападении. С этим у рапида как раз не сложилось. В первом тайме гости могли забивать как минимум трижды. После удара головой Кристофера Тримеля мяч ударился о дальнюю штангу, а добивание Гвида Бургшталера взял Александр Горяйнов. Через три минуты Марио Зонлайтер пробил головой с линии вратарской чуть мимо дальнего угла. Затем Бургшталер пробил из-за пределов штрафной. Штефен Хоффман добавил, но мяч пролетел рядом со штангой. Мы до игры знаем, что они хорошо убежали в контратаке. Они все моменты создаются через контратак и стандарты. Мы знаем. Второй тайм хорошо мы сыграли и добили два года. По недавней традиции металлист преобразился после перерыва. Эдмару понадобилось на вхождение в игру 15 минут, после чего Соса исполнил подачу со штрафного в район 11 метров, где украинец выиграл вверх и переправил мяч в угол ворот. За 10 минут до конца основного времени Тайсон набросил мяч на полукруг, откуда Виллиан с касания навесил во вратарскую на Клейтона Шавьера, которому оставалось не промахнуться с нескольких метров. В футболе ничего спонтанного нет. Я вижу, что что-то нужно менять. И Эдмар, то я футболист основного склада. Так что я рад, что выгодал. В другом матче группы «Байер» вырвал минимальную победу у Руссенборга благодаря голу Штефана Кислинга. Таким образом, получи разницы мячей, харьковчане возглавляют таблицу квартета «Кей». На третий день харьковчане наблюдали зрелище интересней – дерби-металист «Шахтер» в рамках чемпионата Украины. У хозяев в сезоне дебютировал Андрей Березовчук, оправившийся после травмы. В стартовом составе вышел более чем опытный Олег Шилаев. Дончане прибыли в Харьков без марка девича в составе. Зато на месте был лучший бомбардир чемпионата Генрих Мехитарян. В смысле выбора нападающих у Мирча Луческу проблем нет. «Мы в последнее время всегда превосходили металлисты, но в прошлом году они обыграли нас. Это было единственное поражение в чемпионате за долгое время. В целом металлист – команда нашего уровня. Просто в важных матчах мы лучше концентрируемся и настраиваемся». Спокойный ход первого тайма на 17-й минуте прервал свисток Виталия Гадуляна. Фолл папы Гуена Томаши Хюшмане из серии «Отворачивайся и ставь». При каждой подаче углового такие нарушения можно найти. И справедливость восторжествовала. Горяйнов взял удар донецкого Виллиана. После этого Себастьян Бланка со скамейки получил желтую, а заступившийся за него Маркевич был изгнан из технической зоны. До перерыва «Шахтер» успел забить дважды. Сначала Фуанторес мало того, что подарил мяч Фернандинья, так еще и помог Мхитаряну избежать офсайда. Выход один на один, счет открыт. В концовке защита хозяева ставила без присмотра «Элсиньо» и тот дальним ударом попал в ближнюю девять. Наверное, все-таки не успели восстановиться, где-то ближе ко второму тайму разбегать. Я думаю, что в этом все-таки причина. Выход Харьковского Виллиана на вторые 45 минут оживил игру «Металиста». Сначала он головой сбросил под удар Джонатану Кристальдо, но аргентинец пробил от земли не точно. Затем бразилец сам кивнул выше перекладины. А на последней минуте Кристальдо забил гол, но из чистого вне игры. 2-0 за «Шахтером». От побед не устаешь и никогда не надоедает. Устали, может, поэтому вот все сказалось по второму тайме. Дали инициативу, играли на контратаках. Имели несколько моментов, чтобы забить, но не получилось. В другом супердерби Днепр героически обыграл «Динамо». Донецкий «Металлург» слишком жестоко обошелся с Кривбасом. «Заря» взяла 6 очков в матче с «Карпатами». «Таврия» и «Ворскла» сыграли неожиданно скучно. В таблице отрыв «Шахтера» составляет 9 очков. «Белоголубые» снова делят второе и третье места. Далее с отставанием в 6 пунктов идут «Металлист» и «Арсенал». В 13-м туре первой лиги «Гелиос» играл на выезде с «Сумами». Соперники встречались впервые в истории. В первом тайме харьковчане могли забивать не единожды, но Игорь Худобяк, Евгений Лисицын и Сергей Костюк свои моменты упустили из-за собственной неточности и блестящей игры вратаря-хозяев Александра Бабака. После восстановления игры сумчане здорово насели на штрафную Дениса Сидоренко, но теперь реализация подвела и их. За 10 минут до конца основного времени «Гелиос» остался в меньшинстве после удаления Худобяка, и после этого «Солнечные» могли вырвать победу, если бы Игорь Тистык попал не в штангу, а Антон Хромых удачнее сыграл на добивании. В итоге сухая ничья. В следующем туре «Гелиос» принимал Ахтырский нефтяник и уступил с минимальным счетом. Причем гол организовали экс-харьковчане Роман Светличный забил после паса Марата Даудова. В турецкой Алании состоялся этап Кубка Европы по триатлону. Дистанции классические – полтора километра вплавь, 40 на велосипеде и 10 бегом. В мужском зачете харьковчанин Ростислав Певцов занял 9 место с результатом 1 час 46 минуты 2 секунды. Харьковчанка Ксения Левковская была 11-й среди женщин. Время 2 часа, 2 минуты и 43 секунды. А выиграли соревнования россияне Иван Васильев и Евгения Сухорученкова. Во дворце спорта «Локомотив» состоялся международный турнир класса А среди кадетов, юниоров и взрослых под Хэквондо ВТФ. Харьков впервые принимал турнир такого высокого уровня. Участвовали 600 спортсменов из 11 стран мира, среди которых победители и призеры чемпионатов мира и Европы, а также участники Олимпийских игр. Соответственно судили бои на шести даянгах, исключительно арбитры международной квалификации. Далее такой турнир будет проводиться в Украине ежегодно, однако принимающие города будут меняться. Турнир проходит на хорошем уровне, как видите, все работают, людей много, это радует. Я думаю, что это значимо для нас и для развития нашего спорта в целом стране. В первый день соревновались юниоры. На счету харьковчан 5 золотых, 4 серебряные и 7 бронзовых наград. Весе до 55 кило первое место разыгрывали динамовцы Игнат Бурдаков и Максим Сухомлин. Победил старший на год Бурдаков. Аналогичная ситуация сложилась и в весе до 73 кило, где Антон Заяс оказался сильнее Дениса Вороновского. В номинации до 68 килограммов Артем Марченко справился с полтовчанином Алексеем Тимофеенко. Эту же категорию девушек выиграла Алина Маслюк. В абсолютке Даниил Игнатий добыл золото в финальном поединке против россиянина Алана Бибилова. Все вместе добыли для Харькова первое общекомандное место. Для нас, как говорится, если приехали другие стороны, нам вообще выгодно. Тем более, очень хороший уровень с Россией, с Молдовы, с Белоруссией очень сильные спортсмены. Для нас так, что мы выиграем в этом плане, что к нам ездят. В возрослом турнире главные надежды харьковчан возлагались на участников Лондонской Олимпиады – Марину Коневу и Григория Гусарова. Они оба дошли до финала и оба в них не выступили. Соперница Коневой по категории свыше 73 килограммов Рада Демиденко из Сум отказалась выходить на Даянг. Гусаров, выступающий в весе до 68 кило, успешно провел три боя и отказался от финала, решив поберечь силы к предстоящему турниру в России, также рейтинговому. В этой же категории Алексей Жеребчевский занял третье место. Бронзу взяли Андрей Костандагло, 87, и Илона Кирия, 57 килограммов. Спонсор по указу – Инвеститина, группа DAD. В Херсоне состоялся финальный этап чемпионата Украины по ралли. Трасса «Чумацкий шлях» состояла из шести спецучастков, разбитых на две секции, каждая из которых по 54 километра. На титул абсолютного чемпиона претендовали сразу четверо, но победителем стал один – киевлянин Александр Солюк-младший. Харьковский гонщик Николай Чмых в Херсоне занял шестое место, а по итогам всего сезона в абсолютном зачете стал вторым. В Крымских горах состоялся первый в истории альпинизма чемпионат мира по этому виду спорта. Ранее его проведению мешали опасения организаторов относительно того, что высокие амбиции участников приведут к запредельным скоростям, а те, в свою очередь, чреваты травмами. Украинский опыт показал, что неприятностей можно избежать. Участники из шести стран мира начинали соревнования с квалификацией. Это лазание на скорость по одной трассе на 60-метровой скале. По итогам отбора лучшие получали высший коэффициент сложности для маршрута восхождения. А на кале страстей достаточно сказать, что лидер российской сборной, которая была фаворитом чемпионата, сорвался именно в квалификации. На той же стадии мог выбыть и харьковский альпинист Евгений Полтовец. Для нас чемпионат сложился немножко неудачно. Еще на разминочном восхождении я получил травму, получил по голове камнем, потом камень слетел на плечо. Я вначале даже думал, что на этом мой чемпионат закончится. Но потом посоветовались с врачом. У меня было два дня восстановиться. И почувствовал силы, что смогу выступать. Продолжил соревноваться. Не жалею об этом. Чемпионат мира проходил в формате так называемого альпинистского марафона. За четыре дня каждая команда, состоящая из двух человек, должна была совершить три восхождения. Причем, если спортсмены не укладывались за светлое время суток, им приходилось ночевать на трассе. Отцепив главных конкурентов команды из России, гонку за золотые медали повели две украинские команды, составленные из харьковчан. Соперничество дуэтов Александр Заколодний, Анатолий Оченаш и двух Евгениев, Полтавца и Тимко длилось до последней минуты чемпионата. В итоге Заколодний и Оченаш выиграли с микроскопической разницей – 0,06 балла. Мы остаемся друзьями, мы всегда перед восхождением желаем друг другу осторожности и безопасности, чтобы всегда говорим, что давайте так, чтобы мы встретились, отдохнули вместе после соревнований. Мы всегда с ними в хороших отношениях. Третье место в мужском зачете заняли сенсационно представители Молдовы – братья Михаил и Руслан Щербатюки. Они готовились именно к чемпионату мира, отринув другие старты. В женском турнире первые два места за российскими командами. Украинские девушки из Киева Анна Ясинская и Оксана Ревчун стали бронзовыми призерами. В Киеве состоялся финал Кубка Украины по картингу. В международном классе Комет-120 гонщик харьковской команды-лидер Евгений Карамушка занял первое место. В классе популярной третьим стал его одноклубник Григорий Гнатенко. Еще один харьковчанин Денис Гонтовой получил бронзу в классе популярной юноши. Эти результаты позволили лидеру занять второе общекомандное место. В Новой Каховке Херсонской области завершился Кубок Украины по стрельбе из лука. Главным героем турнира стал харьковчанин Александр Сердюк. Он выиграл личное первенство в финале, одолев сумчанина Никиту Шишкина. Мужская команда Харькова, за которую стреляли Сердюк, Виктор Рубан и Антон Ладиков, также выиграла золото. А в миксе с Юлией Захарченко Сердюк завоевал бронзовую медаль. Достижение харьковчанок скромнее. Нина Мыльченко в финале уступила Екатерине Яворской из Львова. Татьяна Бережная стала четвертой. Женский коллектив в составе Захарченко, Бережной и Мыльченко остановился на третьем месте. В Ушгороде завершился девятый международный турнир Кубок Закарпатья по дзюдо. Приехали более 300 спортсменов не старше 13 лет из Австрии, Белоруссии, Венгрии, России, Словакии, Словении, Хорватии, Чехии и, естественно, из многих областей Украины. Весе до 81 килограмма первое место занял харьковчанин Сергей Кривчач. В том же весе Максим Резник занял пятое место. Еще один харьковчанин Антон Котерняк получил серебряную медаль в номинации до 73 килограмма. Лучший украинский боксер первого полусреднего веса харьковчанин Сергей Фетченко без проблем разобрался с грузином Нукзаром Маргелашвили в рейтинговом бою, который состоялся в Киеве. Фетченко выиграл техническим нокаутом в пятом раунде. Баскетбольная сборная НТУ ХПИ выиграла финал четырех студенческой лиги Украины, который принимал Львов. Занявших второе место хозяев подопечные Валентина Кулебабы обыграли в 20 очков. Бронзовых призеров из Киева в 13, а Запорожье было разгромлено с разницей в полтинник. Харьковской командой заинтересовались организаторы международной студенческой лиги ВТБ и пригласили харьковчан поучаствовать в своем турнире. В повторном поединке чемпионата профессиональной хоккейной лиги Украины харьковская «Динамо» снова выиграла у второго Донбасса. В первом периоде гостей вывел вперед Роман Блох. Во втором Андрей Царегородцев упрочил преимущество харьковчан. Хозяева ответили шайбой Дмитрия Тарасова, но на этом и остановились. 2-1 в пользу «Динамо». Харьковский волейбольный локомотив в рамках российской суперлиги завершил выездную серию из трех матчей. В первом из них с новоуренгойским факелом харьковчане проиграли первый сет, но второй взяли на больше-меньше. Еще две партии завершились в пользу хозяев с одинаковым счетом 25-16. С командой из Сургутского района «Газпром-Югра» локомотив доигрался до пятой партии, где уступил 11-15. Наконец, в четвертом туре харьковчане играли в Москве против «Динамо». Получился не менее драматичный поединок с аналогичным результатом. 3-2 в пользу хозяев площадки. Во втором туре украинской суперлиги обе харьковские команды на выезде выступили неудачно. Лока-экспресс дважды проиграл черниковскому буревестнику 2-3 и 1-3. Юрокадемия в Виннице оба раза в сухую капитулировала перед местным аграрным университетом. В таблицы юристы идут третьими, железнодорожники на последнем седьмом месте. На международном турнире по бадминтону серии «Интернешнл» в Софии, сеянный четвертым харьковчанин Валерий Атраченков, занял третье место. В полуфинале одиночного разряда подопечный Геннадия Махновского уступил будущему победителю. Шестой ракетки турнира – литовцу Кистусису Навискосу. Другой харьковчанин Артем Почтарев за выход в восемь проиграл бельгийцу Юхану Тану, который в итоге, как и от Ращенков, получил бронзовую медаль. На площадках теннисного клуба «Уникорд» состоялся турнир в рамках спартакиады Национального университета имени Каразина. Несмотря на статус внутривузовского соревнования, в нем приняли участие и теннисисты, имеющие высокие мировые рейтинги среди юношей и взрослых. Всего участвовали представители 17 факультетов. Такая массовость позволяет ХНУ считаться сильнейшей теннисной командой области, выигравшей к тому же чемпионат Украины. У нас играют в университете 400 человек, играют в теннис. Что значит играют? В рамках академических занятий по физ. воспитанию они занимаются теннисом и получают зачет по физ. воспитанию. Вы помните ваши годы, наверное, и в недавнем прошлом такого не было. А при мне, когда я был студентом, об этом даже трудно было мечтать и думать. У юношей в финале сошлись представители экономического факультета Владислав Орлов и бронзовый призер молодежного чемпионата Европы Марат Девятьяров «Иньяс». Борьбы в этом поединке не получилось. Явный фаворит Девятьяров доминировал на протяжении всего матча и в итоге отдал сопернику только один гейм во второй партии. У подопечного Дениса Лилека помимо победы в этом турнире есть и другой повод для радости. После серии международных рейтинговых турниров он поднялся во взрослой мужской табеле о рангах. Для меня, конечно, это было очень трудно. Три тяжелых недели в Турции, жаркие, погода была под 40 градусов. Играл достаточно с сильными игроками и уже, можно сказать, не игроки, а мужчины. Но я очень рад, что, конечно, я наконец-то заработал эти долгожданные очки и вошел в рейтинг мужской. Девичий финал стал украшением турнира и прошел в настоящей спортивной борьбе равных соперниц. Встречались филолог Анастасия Васильева и философ Анна Пивень. Обе они четвертьфиналистки Всемирной универсиады в Пекине. Не первый год выступают в WTA-туре, завоевав на двоих 14 профессиональных титулов. Неделю назад Васильева отметилась победой в парном разряде на турнире в Варне, а Пивень играла финал в Шарм-Аль-Шейхе. Дополнительный интерес вызвало то обстоятельство, что летом девушки встречались между собой в финале студенческой спартакиады Украины. И тогда в решающем сете победу одержала Пивень. И на этот раз матч растянулся на три партии. Анастасия сумела взять реванш за то поражение 6-4, 4-6, 6-2, тем самым защитив титул победителя этих соревнований. Вообще-то я могла, в принципе, выиграть в двух сетах. Ну, просто я во втором сете немножко упустилась в момент, я немножко расслабилась и поэтому проиграла. А в третьем сете, наверное, когда я уже получила преимущество, там, 2-3, 4-0, тогда уже почувствовала, что я могу вырыть. В командном зачете студенты факультета иностранных языков заняли первое место как у юношей, так и у девушек. В Белой Церкви состоялся чемпионат страны по марафонскому бегу. Харьковчанка Татьяна Рыбальченко заняла третье место в женском зачете. Среди мужчин лучший результат у Александра Перо, 21 место. На этом все. Спасибо, что смотрите нас. Спортивного вам здоровья, а все остальное приложите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok